Я не являюсь сторонником теории, что это соглашение приведёт к автоматическому падению цен на нефть. И вот почему. Дело в том, что цены на нефть формируются в результате очень многих факторов. И в том числе не только насыщение рынка нефтью, но и факторов геополитического характера. А здесь мы видим ситуацию достаточно противоречивую. Во-первых, если говорить о самом Иране, путей доставки иранской нефти в Европу не так уж и много. Это первое. Значит, НАБУКа ещё не построен до конца и будет построен только к 2017 году, если будет. Даже в 2019 году будет построен. Значит, этот газопровод, да, как перспектива возможно, но это газ, простите, да, НАБУКа – это газ, но и это тоже. И по газу мало, так сказать, возможности доставки, и по нефти мало возможности доставки. Значит, Иран направлял в Европу всего лишь 18% своей нефти до того, как в него были введены санкции. Это не так уж и много, это 20-я часть иранской нефти. Я не думаю, что Европа сейчас вдруг целиком, даже после снятия санкций, и даже если будет решён вопрос доставки, а нефтепроводов нет. Нефтепроводы, вот там есть планы нефтепровода, один должен идти через Ирак и через Сирию. Вы представляете, как сейчас через Сирию пойдёт нефтепровод, какие его перспективы. Значит, даже и строить не будут, там невозможно ввести строительство. Значит, даже если наладят вопрос с доставкой, вот, во-первых, доля Ирана перешла Саудовская Аравия на европейском рынке, и Саудовская Аравия этой доле, естественно, не откажется. Это первое. Во-вторых, сколько Иран сможет поставлять нефти? Значит, максимум, максимум, ну вот на 2011 год был 2,5 миллиона баррелей в день. Вот. Насколько это, так сказать, подорвёт европейский рынок? Я думаю, что, ну, это, естественно, повлияет на европейский рынок, но это не такой уж большой объём. Понимаете, Европа потребляет очень большое количество, очень большое количество нефти, и 2,5 миллиона баррелей, мне кажется, здесь не сыграют какую-то принципиальную роль. Значит, санкции ещё не отменены. Для того, чтобы Иран даже вот увеличил свои поставки на, значит, до 2,5 миллиона баррелей, вот, должно пройти примерно год-полтора. Значит, это уже тоже отложенный процесс. Вот Емен, допустим, в войну вовлекается Саудовская Аравия. Значит, в Саудовской Аравии есть значительное шиитское меньшинство, и оно проживает как раз в том районе, где находятся основные нефтегазовые залежи в Саудовской Аравии. Какие будут последствия? Мы не знаем. Мы не то чтобы рассчитываем на это, но мы просто вынуждены, мы это учитываем, да, то есть Ближний Восток находится в огне. Кстати, повышается сейчас спрос на нефть в Китае опять, азиатские экономики начинают сдвигаться в сторону большего употребления нефти. Вот эти разнопорядковые факторы, на мой взгляд, приведут к какому-то балансу, который не будет носить принципиальный нового характера. И, кстати, к 2019-2020 году снизится объём добычи сланцевой нефти в Соединённых Штатах Америки. В частности, вот этот кризис сейчас, понижение цен на нефть, об этом мало говорят, но он же бьёт и по американским нефтегазовым компаниям. А значит, когда Иран выйдет на эти рынки, он будет конкурировать ещё и с американской сланцевой нефтью. Поэтому мы увидим падение экспорта нефти из Соединённых Штатов Америки тоже. Так что здесь, я повторяю, иранская нефть может просто компенсировать частично те факторы, которые приведут к серьёзному повышению цен на нефть. Она чуть-чуть понизится. Я считаю, что это экономический, так сказать, такой вот вульгаризм, так сказать, рассматривать это только с точки зрения факторов на нефтяных рынках. Нефть всегда чудовищного разума зависела от политики, и так и будет продолжаться. А политика на Ближнем и Среднем Востоке крайне неустойчива.